друзья здравствуйте поговорим сегодня немножко по ходе по станка пи и то что принципе меня есть по их роду ближайские по родственникам это кориантос это будет ацинета это будет ликоморме у принципе у меня из этого семейства не такое большое разнообразие вот это на крупном плане это вы видите станго пи огромное растение количество бульки я вот уже не знаю даже что с ним делать очень тяжело вот так выглядят бульбы когда-то и на она уже придется делить даже когда-то на в этом году жду чтоб этот кустик процент и потом я его поделюсь скорее всего простить дальше нет возможности а по поводу вот еще постангопия более состояние хуже у меня всего три бульбы и и нужно увидеть корнями не держится поэтому у него посадка именно в горшок буду держать влажным чтобы он растила корни посадка в кокосовые чипсы так как мог быстро разлагается для когда его содержат постоянно влажным а станго пи каст быстро разлагается поэтому посадка у нее кокосовые чипсы будем наращивать корни вот эти две бульбы вот они в принципе у меня выросли покажу не так страшно тут корней немного можно видеть активные эти две бульбы выросли но я надеюсь что-то из них тоже будет достаточно приличная вырастет это смолопия тигрина дальше что у нас по стангам есть еще одна станга тоже долго акклиматизировалась но дала вот жирные росты 1 и жирный рост 2 уже даст активные корни и в принципе уже растение вот эти бульбы отопьются старые их убирать конечно нельзя так как за счет не то она сейчас питается поставили на место сейчас покажу более интересную вещь это вот хорошая моя станга пи это станга пи и у нас будет шилири она от швертера я получала крупное большое растение если взять на фоне руки бульбы большие и сейчас вам покажу я цветонос цветонос появился недавно вот как он проходит вот если вот хорошо видно вот эта зеленая штучка и она очень круглая и направлена вниз острый конец и она прорастет в корзину и вот здесь он выйдет цветонос и будет свистеть в это время я свяжу ее влажно но можно видеть что она вам есть здесь посадка но был поменят в прошлом году ему приходится часто менять и вот это вот здесь зеленый если я ее пересушу она просто сбросит цветонос поэтому содержать ее нужно влажно в этот период период роста период цветоноса конечно вот был период когда я месяц ее содержала почти не поливала мог почти высох весь и после этого и обильно полила и она дала мне цветонос это было после того как бульбы вызрели полностью и чтобы вот стартанул цветонос период просушки месяц посвятение их простое да и обычно всегда содержание влажное по поводу кориантосов у меня их немного как правило заказать сложно даже несколько заказать что приходят они очень неприглядном виде вот один кориантос кориантос макантра был получен от чингхуа в принципе неплохое состояние пришло это был в прошлом году тому же третий кориантос никак не складывается у меня с ними загнивают они у меня поэтому буду пробовать еще раз это вот активные росты идут он всегда находится в активном росте никогда не спит этого сложно содержать его влажным мокрым мокрыми нельзя а влажным он ему нужно он очень требовательных влажности воздуха и вот активные росты и даже вот можно видеть из одного вот он еще один активный ростик ну простенье принципе здоровенькая будем ждать может процветет по поводу кориантос не снис в корзину не чаще всего цветоносы дают в бок и цветонос можно вывести наружу чтобы он как бы свисал на что если посадить кориантос в корзинку станги как-то нормально относятся к пересушке ну то кориантос и очень плохо не очень сильно болеет сразу сбрасывают корни вот еще мой один кориантос который я думала не выживет это кориантос макрокорпус было вот эти вот три бульбы и я уже думала не выживет были очень сухие корней не было думаю заткну я их кокосовые чипсы подержать мокро в итоге мне дал рост вот эта бульба выросла это вот я недавно пересадила больше горшок он был меньше потом выросла это бульба и вот она сейчас активно будет растить новый ростик и кокосовые чипсы тоже показалось видно недолго держит влагу и поэтому он сядь будет чувствовать даже более комфортно чем во мхе так что у нас по кориантосом все теперь по ликомормиуму меняем два вот один и вот второй но растут они не одновременно вроде и получала как бы растения вот это было там тоже три-четыре бульба но вот это растение растет активно это ликомормиум сквалидиум да по поводу цветения я от него не добилась но читала что нужно строго выдержать период влажности тоже нельзя пересушить тоже скинет цветоносы пока у меня наращивает массу а потом уже будем как убиваться от него цветения до растения будет уже хорошем качестве это ликомормиум не другой это ликомормиум физки но что он делает он в жару полностью замедляет рост вообще вообще не растет этот рост год рос сейчас дал с другой стороны я не знаю как он будет расти по корням следует приподнять тоже хорошо растет тоже в кокосовых чипсах тоже все влажно все достаточно мокро по поводу горшков что вот эти вот которые пускают цветоносы сквозь субстрат когда растение нарастит хорошая корневую массу тогда я уже пересажу его все что корзинку буду добиваться цветения покажу растение который уже так было сделано тут конечно камеру пододвину камеру пододвину вот его можно наблюдать огромнейшие бульбы вот недавно его пересадила в корзинку было на меня в горшке тут можно наблюдать хорошие корни и вот именно в горшке он смог набрать массу потому что было мокро влажно хорошо кормился даже горшка осталось растение и теперь уже от него вот эта бульба выросла сейчас немножко влажно подержу чтоб корни активно доросли и поставлено месяц на просушку можно видеть что корзинку с металлическим дном это у нас гибрид от сенета супербо на станга пить и гринвена станга пи гранди флора значит больше нападет на гопе и поэтому будем добиваться цветения как а то станга пей красавицы растения лист если громадный у меня растится в весном состоянии вот такие уже крупные растения их можно сажать в корзинку ждать от них цветения а есть у меня другая цвета моя старенькая вот три бульба оставалась тоже в кокусовой чипсы посадила как-то выходить потому что просто пропадала тоже нарастет корни даст хорошую массу тогда уже можно будет корзинку сажать а а так будет жить пока в горшочках ну вот такой вот краткий обзор есть еще такие акклиматизационные растения это тоже акклиматизация супербо тоже в горшке тоже активно будет растить корешочки нарастить поедет жить корзинку еще там один гибрид тоже акклиматизируется там он камушки ну субстратом для них не очень все-таки надо будет пересаживать слабенькое растение поправилась чипсы сажать была там небольшая инфекция на ней бактериальная ну чтобы она дальше не загнила поэтому камушки выбрала так бы конечно выбрал лучше чипсы ну так вот кратко надеюсь информация болезнь была чем-то вам полезной то все спасибо за просмотр пока пока